Считается, что пока человек верит в чудо, он сохраняет детскую способность к познанию необъятного мира. Это как верить в Дед Мороза или в сказку. Герой нашей программы считает, что балет – это больше, чем сказка. Об одном из самых красивых видов искусства, и не только о нем, мы сегодня поговорим с народным артистом Советского Союза, художественным руководителем Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Олегом Михайловичем Виноградовым. Каким образом случилось, что вы занялись постановкой балетов, и как происходит рождение балета? Я три раза поступал в балетное училище, потому что слишком поздно занялся этим. Но не я один поступил в такое время. Это и Асаф Мессеррер, это и Рудольф Нуриев. Это профессия, которая требует абсолютного посвящения себя только этому. И поэтому тогда, когда я натанцевался в Новосибирске, параллельно уже занимаясь и будучи ассистентом замечательного хореографа, лучшего хореографа России Юрия Григоровича, у которого я и учился, и который потом меня пригласил в Большой театр, Петр Андреевич Гусев, который возглавляет кафедру хореографии в консерватории, и тоже я был его ассистентом. Но мне повезло то, что вот мне встречались вот такие люди, которые меня формировали. А мне повезло еще то, что я вырос в семье художника. Мой дядя был одним из интересных, из лучших петербургских пейзажистов. Я учился у него рисовать, и поэтому сначала я все рисую. Сначала придумываешь балет, и для того, чтобы ты, кстати, вот потом уже где-то быть объективно профессиональным и показывать артистам готовые фрагменты, сочинения. И кроме вас так практически никто не делает? В основном, я не знаю, чтобы в такой степени. Может, наверняка есть, но мне это очень помогает. Когда приходишь в зал и начинаешь артисту просто на пальцах показывать и рассказывать, что тебе нужно, и так далее, и так далее, то проходит как минимум полчаса. А когда даешь ему в руки, так сказать, вот тот или иной набросок, он говорит, ага, вот так я, так стою, она берется, вот так, ну-ка попробовали. Две-три минуты. Я экономлю силы артистов, я могу больше сделать. И сколько рисунков к одному спектаклю было? Вы знаете, до сотни, до сотни, их много. Мне это помогает, и балет получается сильнее. Потому что, во-первых, конечно, так сказать, мои соавторы, с которыми я работаю, и композиторы, если они живые, и режиссеры, или, скажем, когда мы создавали балет Ярославна с Юрием Петровичем Любимым, Царство Небесное, тоже недавно умершим, и с консультантом которого был Дмитрий Сергеевич Лихачев при рождении, так сказать, вот. Мне важно было научиться у этих гениев, которыми были оба уже в то время. Вот, например, над Ярославной я работал 9 лет. То есть я начинал думать о слове о полку Игоре, о князе Игоре. Я понял в свое время, что что-то тут не так в опере, в гениальной опере «Князь Игорь». Да, но что-то тут не так, на самом деле все было не так. А потом, когда мы встретились с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, который вообще дал мне почитать, рассказал о том, что на самом-то деле все было не так, и Игорь-то был никаким не героем, а он был антигероем, он же спровоцировал татаро-монгольское иго. Героиней балета стала Ярославна. Его жена, опять-таки, ради кого мы живем? Ради женщин, ради любимой. Вот, и все страдания, которые он, так сказать, переносит во всех обстоятельствах, она переживает за него, будучи там где-то на стенах путивля, где она кричит там и плачет о нем. За каждым великим человеком стояла его муза. Та путеводная звезда, которая вдохновляла его на создание гениальных творений. Такая, какой была Гала для Сальвадора Дали, или Айсидора Дункан для Сергея Есенина. Только женщина способна создать мужчине те условия, в которых расцветет и проявится его талант. Это связано с тем, что именно женщина наделена способностью принять, а затем и принести в этот мир новую жизнь.